Пришли люди, потому что в период вот этого продолжающегося смутного времени, этого шабаша мерзкого, который происходил в Екатеринбурге, Ельцин-центр, который урыло некоторых товарищей, в том числе меня, значит, вот такие встречи искренних, честных людей, это просто как бальзам на душу. И в качестве первого поздравителя прошу обратиться, и открывателя обратиться к присутствующим Вячеславу. Вячеславович, будут рады предельно. Считаю, что большая радость и удача нашей районной организации, что в наших редакторах такой коммунист Анатолий Егорович Стерликов, мы с ним вступили практически одновременно в 2004 году. И тогда, в принципе, вместе даже, наверное, первую в городе такую школу молодого коммуниста организовывали, набирали. Туда лекторов. И одна из лекций была тема выживания в условиях природы. Это была лекция Анатолия Егоровича, которая собирала больше всего, наверное, слушателей, прежде всего, молодежи. Он там и все рассказывал, плюс еще поил вкусными таежными чаями там какими-то приворотными. То есть народ шел. Анатолий, не знаю, будут ли сегодня эти чаями, но вообще у нас такая хорошая традиция сформируется, что вот в прошлый раз здесь был творческий вечер писателя Чепика, сегодняшний вечер Анатолия Егоровича Стерликова. То есть такие творческие вечера на Афонской, наверное, они войдут в ближайшее время, скажем так, в ритм, в традицию, потому что у нас многое, даже в организации талантливых людей. Я думаю, и Ивану Анатольевичу Сапсалеву надо подумать, и Петру Александровичу, и Алексею Алексеевичу Капустину. У всех есть что рассказать. Есть книги, есть стихи, есть произведения, есть фильмы снятые. Вот и есть, я думаю, желающие все тут увидеть, поделиться. Я думаю, с каждым таким вечером он будет все более интересен и насыщен. И удачи на нашем, вот этому начинанию, которое, конечно, дослуга, прежде всего, я скажу ответ Алексею Михайловичу Пугачеву. Это все-таки его идея, вот такие вещи практиковать. Вот, молодец. Поэтому будем работать. Анатолию Егоровичу пожелаю сегодня очень яркого, хорошего вечера. Думаю, будет снят небольшой сюжет по этому вечеру, будет заветка, и при поддержке ресурсов наших КПРС и Русского Влада мы это максимально осветим средством массовой информации. Поэтому поздравляю вас от всей души, от всего Птиморского района, вас с сегодняшним творческим вечером. Думаю, что подарить, решили вот все-таки ручку парка, который будет не изменить вам задачу. Уважаемые друзья, продолжим. Я бы хотел сказать несколько слов перед тем, как выступит сам Анатолий Егорович. Вот мне с детства снятся сны. Ну, каждому из нас снятся, но мне снится определенная серия сновидений. Говорят некоторые психологи, что существует генетическая память. Существует память предков, которая тысячу тысяч голосов говорит в нас. И вот у меня такое ощущение, потому что эта память архетипическая и генетическая одновременно просыпается во мне, это когда мне снится сон про русский лес. Там часто церковь старая, русская, православная. Но именно лес со своей тайной, со своей глубиной, внеземной, хотя лес очень земной, на чем. Анатолий Егорович для меня это человек, который является проводником в лес, настоящий глубинный русский лес. Который я люблю, но так как его любит Анатолий Егорович, и так как понимает, от него мало кто понимает. И Анатолий Егорович это прекрасный, удивительный писатель, который умеет передать душу России, русского народа, русского леса, как угодно говорить. Но вот у меня сны мои вспоминаются, когда я читаю Анатолий Егорович. И я хочу сейчас, чтобы на нашей встрече, встрече людей искренних, Анатолий Егорович рассказал бы о своем, ну как принято в штампе, творческом пути, вот как его путь связан с лесом, почему он начал писать о своих новых книгах, рассказал бы о себе. А мы бы потом начали об этом рассказывать друзьям, в сетях, в социальных, ну кто как может. Анатолий Егорович. Плюс стояло. Спасибо большое, что я просто не ожидал. Я вот что хочу сказать, чему я искренне удивляюсь, вот то, что у нас вот такая, ну так скажем, компания собралась. Дело в том, что лет пять назад, может уже больше, я одной девушке пытался подарить вот эту книжку, «Кушель болотная», во время перестройки я их сдал, на гонорары, оставшиеся от советского времени, чтобы они не пропали, вот я, как ее нет, какая-то нет. Вот. А она мне отвечает, а я не читаю книги. Вы знаете, меня это, на меня произвело, вот, просто ошеломляющее воздействие. Как? Вот молодая девушка не читает книги. И, ладно, ну, всегда были такие, ну, чтобы вот так просто искренне сказать, я не читаю книги. Вот в советское время, ну, невозможно это было представить. Вот. Был еще такой эпизод, который меня тоже удивил. Потом я привык, что, оказывается, много не читают, многие не читают. Но был эпизод, который удивил, когда мне молодой человек сказал, я ему говорю, по-моему, вы мало читаете. Вот. А он мне отвечает, а вы в молодости разве читали? То есть, и смешно, и грустно. Это значит, уже молодой человек, человек активный, очень активный. Это о чем, что значит? Что уже выросло поколение людей, которые не представляют духовных запросов прошедшего поколения, то есть, своих отцов. Я уж про дедов не говорил. Вот это меня тоже поразило. Но, что касается, почему я стал писать о природе, и даже про лещу. Вот, действительно. Ну, если говорить словами поэта кратко, о чем писать, на то не наша воля. Есть еще вариант этого же поэта, о чем писать, на то, тут Юрия Павловича, нет, «Господня вода». Вот. Значит, есть, ну, так скажем, векераторы, писатели, поэты, и ставшие, кто-то остался графоманом, а кто-то получил известность, которые писали, можно сказать, ну, как только научились читать и писать, выводить буквы, они тут же стали поэтами. Знал одного литератора, который к 20 годам, уже вот в наше время, написал 27, 17 книг. Вот. А один отставной полковник мне сказал, что он, когда я с ним завел какой-то литературный разговор, он так высокомерно на меня посмотрел, спросил, сколько я написал, ну, вот, у меня тут немного, он говорит, а я, выйдя в отставку, написал 50 книг. Вот. То есть, вот, есть что-то такое, что, вот, тоже меня удивляет, то есть, это, есть люди, которые, в принципе, видимо, не понимают, что такое литература. Ну, а у меня получилось так. Я, после окончания университета, уже после службы на флоте, поработал даже на шахте в Оркуте, вот, и поступил в университет, прямо с шахты я поступил в университет. И по окончании работал в Ленинградском речнике, была такая транспортная газета, она распространялась там, где плавали речные теплоходы. И работа была хорошая, интересная, писал очерки, репортажи. Но тут однажды мне брат написал, что вот родная река наша, река Чу, высохла примерно на протяжении 500 километров, превратилась в пустыню. Река Чу, я сразу скажу, она берет начало на Тяньшане, в Тирске и Алатау, и, ну, кто как-то еще помнит, в районе Иссыкуля. Вот. И течет на запад, и в песках теряется, в направлении Байконура она течет. И там заканчивается сухими руслами. Я как узнал об этом, что такая экологическая катастрофа, бросил работу в Ленинградском речнике, поднялся на мыс Петровичем, вот прообраз одного из персонажей. Вот. А это и реально существует этот человек. Вот он не смог, к сожалению, сегодня прийти. И он, мы с ним поднялись на Тирске и Алатау, к истокам реки, потом спустились на плотах, на байдарке, а в конце уже на машине по барханам, конечно, мы на машине моего брата, вот, название его было Чигарак, а так вот, это что-то вроде антилопы, вот из знаменитого нашего фильма. Вот. То есть, и вернулся я когда в Питер, я решил написать вот об этом книгу, о том, что вот такая замечательная, ну, экосистема гибнет. И знаете, мне все говорили, да, кто тебя напечатает, да ты что, вот. Но, гидрометистат было такое, а может быть оно и сейчас есть, но в то время это было хорошее издательство. Взяли у меня рукопись, подготовили, вот, и даже аванс выплатили. Ну, и все было в порядке, набрали, сделали набор, и перед тем, как выходить в тираж, по советским законам, или правилам, или по обычным, как угодно сказать, цензура читала. И когда цензура прочитала, а цензура всегда перед тиражом читала, она в рукописи не читала никогда, никаких рукописей. Вот. И цензура узрела там ересь политическую, книгу, и приказали рассыпать, и ее рассыпали. Вот такое было катастрофическое, начало у меня. Значит, но дело в том, что это катастрофа, меня, и мне не только руки не опустились, может быть, если бы книгу я издал, то, может быть, я на этом бы успокоился, и снова бы занялся журналистикой. Ушел бы, говорю, а здесь меня это сильно задело. Как это так? Ну, как это так? Я пишу правду, вся редакция со мной согласилась, и вдруг нет. И стал, я эти все главы отдельными очерками распубликовал, я понял, долго я добивался, писал письма, даже Леониду Ильичу писал, вот, ну, мне потом редакция, все время в редакции говорили, слушай, значит, ну, я был молодой, Толя, ну, вот, ты ничего не добьешься, а нам все время, ты, вот, мы тебе зло принесли, я говорю, нет, ну, как же, вы первую рукопись, сырую рукопись взяли и подготовили. Ну, вот, нам за это все время, после каждого твоего письма, значит, шею мыли, почему вы довели, если бы они сразу отказали, то все бы было в порядке. И, я тогда вот стал, перестал, и отдельными главами стал, эту книгу распубликовал, в Неве, в Звезде, и в журнале Вокруг Света. И в отдельных сборниках потом, вот, хочу все знать, в детских сборниках. В отдельных можно было, а вот в целом, она производила на цензоров гнетущее впечатление. А почему? А? Почему? Ну, дело в том, что там у меня слово целина, дело в том, что я столкнулся с тем, что злоупотребляют местные хозяйственники и советские работники понятием целина. А здесь вышла книга Леонида Ильича Брежнева целина. И, значит, вот нашли какое-то совпадение. Ну, чиновники во все времена были чиновниками. Вот. И, короче говоря, вот такое было начало, и я стал публиковать, а потом опубликовал вот эти книги. Вот так вот я стал литератором. Правда, ну, и меня приняли вот по этой книге, приняли в Союз писателей. Михалков, у Михалкова было требование, чтобы только с двумя книгами принимать, а меня по одной. Вот это единственное было замечание, почему вот ваш Стерликов представил одну книгу, фактически две, но я не представил это. Я решил, что раз Союз писателей, зачем же я буду книгу, хотя ончик, вот я потом смотрю, думаю, почему я ее не заявил на это, самому интересно теперь. Это о древней Дельте Свердари, о сухих руслах. Там уникальная природа и все. И, ну, и все было неплохо, и я, я не часто публиковался, чтоб не думали, что вот. Но, и в Неве, и в Звезде, и вокруг Света в журнале, и в Алма-Ате публиковали в сборниках, я не взял этих сборников здесь. Вот. Ну вот началась перестройка, поскольку я поздно вступил. И перестройка, сразу у нас образовались в Ленинградской писательской организации баррикады. Вот. И я естественным образом стал, конечно, на сторону, так скажем, патриоты и либералы, демократы, тогда слова либерал не было, демократы, патриоты, демократы. Ну, я естественным образом стал на сторону Бондарева, Василия Белова, Валентина Распутина, Виктора Петровича Астафьева. Вот. Хочу сказать, что есть Виктор Петрович Астафьев, автор книги, автор романа «Царь рыба». И есть писатель Виктор Петрович Астафьев, который славил Ельцина и лебезилки перед ним, и все такое. Вот. Для меня это два разных писателя, хотя личина одна. Это вот примерно, что для норвежцев Кнут Гамсун. Вот есть один Кнут Гамсун, которого ценят. И мы в советское время его читали и издавали у нас. И есть Кнут Гамсун, который вот, значит, приветствовал фашистам. То есть, вот тоже самая история, я хочу такую сделать оговорку. Ну, поскольку я свалил, кстати, у нас в Ленинградской писательской организации Астафьева, как и Пихуля, просто их ненавидели. Просто вот нельзя было сказать несколько слов, сказать, что, ну что же вообще, давайте остановимся, давайте обсудим. Нет? И у меня была такая неосторожность не только вот в узком кругу высказывать мнение, а я еще выходил на трибуну, еще оттуда чего-то говорил. Но это, конечно, вызывало страшную ярость. И помню, такой был литератор Миша Кононов, вот, он выскочил и громко заявил, а зал большой был, не такой, а триста пятьдесят, а когда в проходах, так, когда и Дельман приезжал, так и четыреста человек, и на колясках привозили туда. И вот он стал орать, а как пролез этот Стерликов, союз писателей? Я вышел и сказал, а вот я так пролез, отвечу Кононову. Я работал в экспедициях, изучал природу, писал об этом как мог, в меру своих способностей. И вы приняли, вот брат Стругацкий здесь сидит, он сказал несколько теплых слов. Если мне неправильно передали его слова, пусть он опровергнет, что он меня ругал. В приеме всегда наши мэтры высказывались, и это имело значение во время приема. Кстати, за закрытыми дверями мы находились за дверьми и ждали, значит, когда, как там решился вопрос. Вот этот Кононов такой оказался неговяй, что он не потому, что он там чего-то, мало ли с кем у меня чего-то не было. Он написал про пионерку, которая была в партизанском отряде, и такие мерзости написал. И, кстати, даже вот эту мерзопакостную его перевели в пьесу, сделали, и так говорят, где-то стали. Не знаю, жив он или нет, но вот в такой приходилось быть среде. Именно по этой причине нам пришлось выйти из Ленинградской писательской организации и создать, сначала она называлась Организация Содружества. Вот здесь есть товарищи из нашей... А потом Бондарев предложил назваться нам областной писательской Юрий Бондарев. Он был заместителем Михалкова. Ну, фактически он руководил Союзом писателей на РСФСР. И нам дали статус областной писательской организации. И уже с этими негодяями, которым были ненавистны имена русских писателей, мы уже с ними никак не пересекались. Так они, конечно, нас полоскали в печати, это было, вот. Но больше мы... Здесь вот присутствуют наши товарищи, руководители организации, Сергей Юрьевич Порохов. Здесь вот мы разговаривали с ним. Ну вот такая... Что ли... Я, извините, я уклонился. Все-таки моя стезя не политика. Вот. Хотя политика бывает, конечно. Моя стезя это... Это вот русский лес и природа. Вот. И я иногда сам себе думал, ну вот почему я так потом... Это меня захватывает. Я потом журналистику только по необходимости стал писать. То есть когда уже я не могу, тогда я что-то то ли в газету «Правду» напишу, то ли в газету «Завтра», раньше «День» она называлась, или в интернет пошлю. Вот. А дело в том, что я жил, вот в семье вырос охотника и рыбака. И братья меня учили, как надо, можно сказать... Ну, вернее, я видел. Специально вроде меня не учили. Более того, я об этом в книге пишу. Более того, они считали, что надо меня выучить. Все три брата, ни один из братьев не закончил десятилетку. Даже можно сказать, два брата были почти неграмотными долгое время, потом уже целочное, так сказать, они как-то там на каких-то курсах грамотежки немножко научились. Они делали все... То есть как вот было... Говорили, мне говорили, ты должен выучиться на инженера. Закончить школу и выучиться. Это вот я постоянно... И вот рыбу там в пласта, и в соли, и слышат. А Толю надо вот... Он тут сидит, а я сидел у кучи соли, и сазаны распластаны, и должен был этих сазанов засыпать солью. Хотя я еще в дошкольном году. Все работали. В сельской местности все дети уже работали. Или посылали кизяк таскать. И вот они говорили, он не должен, вот он таскает, вот пожаре этот мешок с кизяком. Кизяк это вот... для растопки. Это прекрасная растопка. И вот к этому все нацеливали на меня. Но была в нашей семье вот жена старшего брата, я хочу обязательно об этом сказать, Маруся. Она, пока детей у нее не было, она меня вот учила красоте, видеть красоту природы. Я потом подумал, что это ведь как здорово. Вот и берет за руку, пойдем на бархан. Вот мне было 4, 5, 6 лет. Пойдем и вот смотри, какие тюльпаны, как пахнет. Дело в том, что степные тюльпаны, особенно песчаные, они необыкновенно пахучие. Даже на расстоянии запах чувствуется. Другой раз она принесет какую-то необычную черепаху. Обычные черепахи, это с черными панцирями, а необычные, желтую где-то найдет. Тащит, дрова тащит, и черепаху тащит мне. Принесет, вот тебе гостиниц. И вот, или в лодку посадит, и давай, вот смотри, там, я еще плавать не умел, я где-то только в 6 лет научился плавать. вот, да, в 6 лет я уже переплывал университет самостоятельно. А пока в лодку посадит, и, где кувшинки, вот она показывает, что вот какие прекрасные кувшинки. То есть, вот я считаю, это счастье, что, вот, эта молодая женщина, она учила меня видеть красоту природы. Потому что, многие видят прекрасную природу, а красоту не понимают. Не все, я вот убеждался, что, к сожалению, не все. Но, мало ли кто из, мало ли кто жил в лесу, в степи, в прекрасных условиях, на берегу какого-то озера, а не стал ни поэтом, ни писателем, ни музыкантом. Вот, ну, вот, хотя, может, в душе, да не может, я встречал таких людей, людей, которые, вот, понимают красоту, вот, природы. Дело в том, что я все-таки учился в советской школе. Чем, что такое русский язык и литература? Уже родная речь, там были отрывки в родной речи, это, то есть, дошкольная программа. Там уже были отрывки из произведений Тургенева, Толстого, Пушкина. А уж, когда русский, писали мы предложения, ну, по учебнику русского языка, русский язык изучали, там тоже были отрывки, то есть, к нам естественным образом входил этот наш русский классический язык, Пришвин, Зворыгин. Я до сих пор помню, как вот эти вот сокращенные обозначения, допустим, предложение дается и обязательно автор указывает Турзворыг, это значит, вот, я даже и не понимал этого, помню, что это за сокращенные слова, потом мне учительница объяснила, говорила, а это же из произведений того писателя, кто это, это же писатель написал, то есть, вот, таким образом входила, была великая русская словесность, я не знаю, что сейчас от нее осталось, но, вот, то, что эти, и, между прочим, что особенность, вот, что это были, все-таки, там присутствовала всегда природа, особенно, вот, в родной речи, то есть, вместе с тем, в этих текстах присутствовала и в русской словесности, в сущности, русская словесность была и уроками природоведения, вот, я думаю, что это очень важно, и, наверное, это где-то отложилось, и, ну, в детстве, в юности я сочинение хорошо писал, но никогда, подчеркиваю, никогда не помышлял, и моя была, так сказать, я всегда хотел быть только журналистом и все, а вот стал в силу вот того, что вот погибла река Чу, река моего детства. Ну, вот, тут я еще хотел сказать, что важный момент есть, в советское время рукописи, вот, допустим, я принес в издательство, особенно, если это связано с природой, какой-то, вот, давали обязательно в какой-то институт, особенно, если это гидрометизм, иногда журналы, давали в какой-то институт на рецензии. Это страшные зануды, это вообще, это кошмар. Я с ними так, такие прения, что, я не знаю, пыль столбом стояла. Но все заканчивалось, в конце концов, тем, что меня, вот эти зануды, эти доктора наук, руководители каких-то научных секторов, они меня потом приглашали к себе. И я был в экспедициях и в ботанической экспедиции был, с ботаниками, и с гидрологами был. То есть, это тоже углубляло мои знания. Ну, и теперь пришло время сказать, конечно, об этой книге. Книга «Подыгам осенних ночей». Вот такое название. Меня спрашивают, а почему «Подыгам осенних», почему такое мрачное слово? Спасибо. Спасибо. Почему такое мрачное слово «Ига»? А я скажу, «И под Игом осенних ночей расцветает душа человеческая». «И под Игом осенних ночей и под солнцем жестоким пустыня расцветает душа человеческая». То есть, когда есть восприятие природы, вот, когда воспринимаешь природу, какая она есть, или это пустыня, или это осень, то вот, все равно человек живет, вот, душа его живет и расцветает. Вот, мысл примерно такой. Конечно, пересказывать книгу, это дело, я считаю, глупое, как-то, надо читать. Единственное, что вот, сверхзадача моя, как я ставил, а что получилось, не мне судить. Значит, есть ритмы природы. Вот мы здесь в городе живем, мы не живем ритмами природы. У нас что-то там сохраняется, мы стараемся, но здесь ритмы цивилизации, они властно диктуют нам вот именно эту жизнь. Вот. А есть ритмы природы. И вот, есть ритмы природы и ритмы души человеческой. И вот это как бы такое художественное исследование соотношения ритмов природы и ритмов души человеческой. Как это все отзывается, как вот человек, ну, что он чувствует. Вот я все это хотел передать. Вот так это просто, знаете, написать, а как получилось мне судить. Значит, что я хочу сказать, что здесь и опыт выживания в экстремальных условиях дело вот в чем. Я не отношусь, иногда говорят, ну, вот, это не туризм. Я туризмом никогда не занимался. Я ни разу за всю жизнь не был ни в одном тут походе. Вот. А если я был, вот, ну, один раз я целый месяц путешествовал, однажды, целый месяц по пескам моим пункт. Отчасти вот у меня в этих книгах отражено. Вот. Для чего? Чтобы понять. Чтобы понять, что такое пустыня, надо жить в пустыне. Чтобы понять, что такое земля, надо работать. Чтобы понять, что такое русский лес, надо быть в лесу. И так получилось, что я познакомился с одной пенсионеркой, которая предложила мне в прионеже свою избу. я поехал читать, рассказывать о природе на день учителя Владейное поле. А там мне сказали, знаете, у нас тут такая насыщенная программа, давайте мы вам штамп поставим. Дело в том, что нас в союзе писателей хорошо оплачивали вот эти поездки. Вот. И я был доволен, и они были довольны. Я пошел в лес, и вот, значит, лесу там с группой познакомился. И вот пенсионерка узнала, что я пишу в очерке о природе, и она... Я леса не знал, совсем не знал. Это даже как раз местные жители мне показывали. Ну, совсем. Я в Семеречье вырос, в пустыне, в степи. Вот. А тут, значит, вот у меня дочь здесь присутствует, Арина Анатольевна, здесь она, и Валентина Васильевна здесь, моя дна. Нет. Арина как-то болела все время, а Валентина Васильевна говорит, ну, вот ты любишь природу, ты поезжай там на болоте, привези хотя бы литра-два клюквы. Я... Я сначала не знал даже, как собирать клюкву. Так же, как с брусникой. Вот. Но местные жители мне все это научили. И я так втянулся, что стал жителем... Вот. Купил избу в Прионежье и стал жить там. И вот там появилась у меня инфраструктура выживания. То есть, что это такое? Я вот об этом в этой книге... Нет. По выживанию. Ага, да. Вот. Значит, я об этом пишу. Да, собственно говоря, я даже и здесь... Да нет, я просто показать хотел, что если хочешь что-то набрать, грибов, клюквы, брусники, ну, любой ягоды. Вот. Нужно, чтобы у тебя там были тропы. Нужно, чтобы можно было на ночь где-то остановиться. То есть, чтобы какая-то будочка была. Или смог шалаш построить и жить в этом шалаше. Или чтобы была бревенчатая берлога. Есть такое, называется, стан. То есть, небольшое помещение. К сожалению, мы не можем показать. Есть видеоматериалы в интернете. Но вот не получилось у нас с проектором, с ноутбуком. А так бы можно было показать вот такие... Вот. Эта вся, так скажем, инфраструктура с тропами и с... с... с лесными вертепами она в интернете и есть. Здесь автор этих видеофильмов вот товарищ Краснов Петр Баранов он снимает как раз сейчас. Так что вот вследствие того, что я постоянно там жил и вот решил об этом рассказать читателю. Я как бы меня, знаете, иногда обидно, что вот я вижу, я один, да, собираю там, допустим, огромный прекрасный мох, кругом холмы покрытые лесом и я не могу никому об этом показать. Вот думаю, ну, почему со мной нет, вот моей дочери нет, например. Она раньше со мной ходила, а потом, когда вот теперь взрослая, не так-то просто вырваться. И вот всегда было вот это желание что-то как-то рассказать. Я как бы чувствую иной раз послом природы. Ну, вот это все и диктует, и в результате я написал эту «Подвигом осенних ночей». Анатолий Егорович, за рассказ. Сейчас у нас будут вопросы и выступления. Я вот сейчас хочу у слова предоставить Ольге Яковенко, которая подарила Дмитрию Анатолию Егоровичу. А при теме предоставить слово, скажу, знаете, что вот называется «Подвигом осенних ночей», но вот это не просто так, как психолог. Несколько слов, буквально, ремарку. есть такое понятие в психологии «точка пяти часов». Эта точка самое темное время суток. Страшна не сама смерть, как бы страшно умирание. Проходим через шесть часов, поднимаемся наверх. Анатолий Егорович оптимист. Он встречается иногда в лесу, ведь бывает одиноко, хочется кого-то передать, рассказать, но он проходит буквально через самые зябкие, тяжелые переживания ночные, и выходит с солнечным светом, с оптимизмом. Вот эта книга про осень, она оптимистична. Она о том, что можно пройти через склятскую склицкую осень, через ноябрь, и встретить весну, через белизну снегов, прийти к весне, и к потоку, и к жизни. Вот это я так понимаю для себя. Вот это вот жизнеутверждающую тему Анатолия Егоровича. Анатолия Егоровича. Анатолия Егоровича. Анатолия Егоровича. Ну, я только с места, поскольку у нас здесь так много собралось, что вы не выйдете. Ну, что я могу сказать? Я прочла книгу, Антолия Егоровича. У меня много появилось разных очень эмоций, которых я даже от себя не ожидала. Ну, первое, конечно, восхищение, потому что когда читаешь, действительно, ну, нет, как сейчас тринято, какого-то там захватывающего там сюжета, достойного там блокбастера, какого-то необыкновенной интриги, но с другой стороны, это несмотря на отсутствие такой или нет, необыкновенное чувство погружения в атмосферу природы. Я даже не предполагала, что благодаря литературному слову можно такого удивительного эффекта добиться. И мне казалось, что на меня не может произвести такое сильное впечатление, как это произвело, когда я эту книгу открыла, особенно, когда я хорошо знаю Анатолия Горьевича больше 10 лет, как своего товарища. Он сказал, что он не политик, далек от политики, но на самом деле это не так. Анатолий Горьевич, конечно, боец. Когда он берется за что-то, он настолько искренний человек, что он считает своим долгом донести свои мысли, свою правду до всех, буквально до каждого, кого он встречает. Это очень редкий да. второе чувство, конечно, каждый человек, наверное, в какой-то степени эгоиста, я испытала, конечно, зависть. Зависть не к литературному таланту, я поймала себя на мысли, что если бы я умела так говорить, как Анатолий Горьевич пишет, я бы, наверное, сделала все-таки большую карьеру в политике. Я посолидовала, честно скажу, признаюсь откровенно. Ну и последнее, конечно, одно из главных чувств я испытала радость от того, что в нашем коллективе среди нас в Приморской районной организации, которая в нашем городе, есть человек, который настолько профессиональный и лично состоявшийся, настолько цельный, как Анатолий Горьевич и Тепников. Потому что бывает зачастую, что люди приходят вот там, что чувствуют как-то свою ущемленность, чувствуют, что вот они что-то недополучили от жизни и считают, что вот они придут и где-то это будет, они возьмут что-то для себя. Анатолий Горьевич такой человек, который приходит делиться действительно со всеми своим талантом, своим профессионализмом, любыми своими навыками, своими мыслями, частью души своей, действительно готов поделиться с каждым. Это удивительный дар, за который мы ему очень благодарны. Ну и, конечно, я в заключении не могу не выразить слов благодарности по поручению редакции газеты «Правда», где я работаю, собственно, корреспондентом, за, опять же, борьбу Анатолия Горьевича. Потому что, где бы он ни оказывался, даже в глухом лесу, где никого нет, он будет бороться за то, что он считает правильным. И он не сказал об этом, это упущение, может, он еще скажет, именно за борьбу против уничтожения этого леса, который сейчас идет, к сожалению, полным ходом. И даже в таких глухих местах, где Анатолий Горьев живет, там и туда наша капиталистическая реальность, трагическая, она пробирается, и даже там ему удается с этим бороться, вытаскивать туда чиновников, добиваться, чтобы работали наши фракции в Государственной Думе, и лесная фракция, там, в законодательном форуме на власти пишет и борется за сохранение своего леса. И мы начинаем, вот Анатолий Горьевич открывает новую акцию, ну, назовем ее так, условно, неизвестный рубеж, я надеюсь, что он тоже про нее расскажет, для привлечения им, в основном, молодежи, людей среднего возраста, к тем местам, которые он так хорошо знает, о которых он так хорошо написал в этой книге, там еще и есть такую, ну, сейчас уже почти забытая страница нашей истории Великой Отечественной войны, и вот, мы хотели бы, чтобы Анатолий Горьевич раскрыл ее молодому поколению, и я думаю, что наша задача рассказать об этом и привлечь к этому как можно больше молодого. у меня просьба и вопрос рассказать об этом. Спасибо большое. Анатолий Горьевич, во-первых, спасибо за приглашение. Я хотел дополнить слова воли относительно того, какой боец Анатолий Горьевич, поскольку, ну, мы товарищи по партии, мы участвуем в одних и тех же публичных акциях, публичных мероприятиях, да, которые проводим, там, метропионерское, когда партия дает нам указания на собираемся. И вот вспомнился мне один эпизод, когда мы прикидывали, сколько нас народу придет на пикет к метро Приморское. Там почитали что-то, ага, так, получается 7, я говорю, ну, еще плюс 1. А что плюс 1? Ну, Егорыч-то точно придет. Извините, Анатолий Горьевич, не просто некое, но вот Анатолий Горьевич со своим советским флагом это вот неизменный участник всех наших публичных акций, да, несмотря на то, что, несмотря на возраст Анатолия Егорыча, несмотря на седины, этот человек остается бойцом, этот человек доказывает, что возраст он не в паспорте, возраст он вот здесь вот, в сердце. И Анатолий Егорыч вот неоднократно мы вместе пересекались на совместных мероприятиях, да, всегда дождь, снег, неважно. Анатолий Егорыч всегда шел с флагом. И я здоровый, взрослый мужик, да, как говорится, я и то порой устою по отнести. Анатолий Егорыч это настолько стойкий боец. И низкий поклон Анатолий Егорыч не только за ваш литературный творческий труд, но и за труд ваш как коммуниста, как товарища, как социально активного гражданина. Анатолий Егорыч немецкие стратеги, они еще второе кольцо пытались сделать. Значит, захватка, особенно это реально было, что замкнется второе кольцо, когда немцы взяли Тихвин. И вот там на реке Оште, я здесь ее упоминаю, маленькая речушка, стояла наша дивизия и противодействовала финской армии. Ну, финская армия, там командовали и немецкие офицеры, там, кстати, были и немецкие подразделения боевые. И они вышли на, и здесь их вот на левом берегу Оште остановили сначала одна дивизия, а потом появилась 382-я Сибирская, Сибиряков. Кстати, в Вологде и в Вытигре формировались как раз наши дивизии, которые должны были защищать Москву. И насмерть стала эта дивизия, вот этот Ошкинский рубеж. И когда я стал рассказывать товарищам, говорят, вот надо поехать, но трудность в том, что все-таки 400 километров туда это направление, это в районе Вознесения, кто как-то Ленинградской области знает, то в районе Вознесения. Вот такое. Теперь, что касается вот там, в лесу, это действительно какое-то, даже я считаю, что вроде недостаток мой. Вот почему-то я всегда ну просто в лучах, и вдруг оказывается, что в центре какой-то какой-то смуты. И чтобы не растекаться мыслью, значит, не отнимать время, откройте наш сайт вот русского лада, прямо набирайте русский лад, форум или русский лад главное. и там вот сейчас мой материал называется Левиафан Батегорского уезда. То есть ассоциации с вот этим фильмом Левиафан. Этот фильм мне не нравится, но там есть очень ну антиэстетика. Ну я вырос на советских фильмах. Мне это современную эстетику, как один рецензент пишет, много матов и водки, то есть много матерщины и водки. Так вот ассоциации вот эти и дело в том, что вот ученые мрачно шутят, говорят земля могила человечества. Так вот если есть ученые иконы, которые видят к чему идет, так вот если есть правда в этих словах, то вот там в Прионежье как раз и в моей деревне, где я живу и роют могилу человечества. Там разбабахали карьер. Ладно, что они ну понимаете как я приехал в лесную деревню, а теперь я живу как волк на краю карьера. Кстати, мой дом как раз оказался крайний. И у меня там вот правильно Ольга Владиславовна сказала, что я письма посылал, мне конечно аккуратно отвечают, ну круговорот бумаг природы. Будем организовывать. Уважаемые друзья, вот сказал Антон Егорович, действительно это мероприятие, акция, я думаю, что надо все силы приложить, я что смогу сделать, по крайней мере, лично своим телом. Вот я бы хотел предложить выступить, человек, который не любит выступать, но который, вот Антон Игорь говорил, идешь один и хочется с кем-то поделиться. это настолько глубокое чувство человека, изначально через это можно поверить и в высшую существо, что хочется кому-то поделиться. Вот Петр Баранов был с Анатолием Егоровичем и создал фильмы, я сейчас проверял много просмотров в интернете, может быть Петя, ты скажешь что-то? Я просто счастлив, что весь. Выйди пожалуйста, тут сними наконец что-нибудь про себя точно. Я просто счастлив, что меня судьба слилась Анатолием Егоровичем, потому что я сам знаю лес, сам его люблю, но Анатолий Егорович конечно выступил просто в роли учителя. Я очень много узнал об Анатолием Егоровичем, я очень много научил, научил даже не то, что каким-то прикладным вещам, как разводить костер, как через ручьи перебираться, шалаш строить. Он меня заставил посмотреть просто с другой стороны на лес, на русскую природу, поэтому я в общем у Анатолием Егоровичем всегда видел и буду видеть наставников. Я считаю, что у молодых людей всегда должен быть опытный старший по возрасту наставник, который это идет не просто обучение, каким-то прикладным вещам, обучение образу жизни, образу мышления, отношение к всему происходящему. Поэтому я могу только... Я не знаю, какие еще теплые слова можно сказать. но уж больше мы больше не пошел. Я хочу добавить, что я в свою очередь научился как в условиях, в полевых условиях, если есть или мисочка, или котелок, или ну не знаю, что-то положить грибы, вот, ополоснул их кое-как, я раньше старался отваливать, они там превращались в кисель, кто возился с грибами, знает, что это. И потом я этот кисель вынужден был нести или съедать, давиться. А тут, оказывается, он мне показал, вот, а я этого не знал. И я приехал, и жене говорю, Валентине Васильевне, вот она, наверное, слышит, я говорю, слушай, меня Петя Баранов научил, как готовить грибы, значит, положил, и они путем испаряются, и постепенно, потом, эту, тушенку вскрыл, и сало туда бросил, и все, ну, если нет, то просто так, подсолил, да и съел, в полевых условиях, как угодно. Она говорит, а сколько я тебе об этом говорю? Уважаемые друзья, да, грибы, кстати, это отдельная тема, не буду ее продолжать. Вот сказал сейчас Петр относительно доставненько, и я не могу не дать слово моему крестному партийному отцу, но я думаю, не только моему, человеку, который, я думаю, что может очень много сейчас нам сказать про Анатолия Егоровича, Анатолию Романовичу. О, Александр Романович. Слушайте, кратко, сестра Това, я говорить много не буду, потому что много желающих сказали. Дорогой Анатолий Егорович, я еще буду говорить, так что ты посядь. Наши предки, напомню, спаслись лесом. Татары-монголы выжигали всю Русь, и Баты, перед ним Чингисхан, было много других, но каждый раз все как по полушесту снова отстраивалось, потому что лес спасал. А теперь мы его предали. Кроме, все предали, кроме Анатолия Егоровича. Это аллегория, да? Но тем не менее, я один из тех многих, кто был в этих витегорских лесах, которых можно называть глухими лесами, и скажу честно, еле унес оттуда ноги. Это было что-то. Он до сих пор говорит, я всем показываю, вот здесь тонул Александр Романович, показывает на болото. Так что я имею свое впечатление о тех местах заповедных. И знаете, чем я горжусь уже многие годы, уже целый ряд лет? Когда я оттуда бежал, как немцы, из-под Москвы, я оставил Анатолию Егоровичу в наследство свои красивые, новые, резиновые сапоги. Они простые, со шпорами, чтобы было удобно их снимать, там такой есть упор. И когда меня встречает Анатолий Егорович, говорит, Романович, я до сих пор хожу в твоих сапогах. Это серьезно. Знаете, вот я тоже имею огромную библиотеку, но из всех книг я имею три книги, которые в любое время откроешь в любом месте, и не можешь остановиться, читаешь. Назову их, может кому-то понравится. Первое, это еще с детства Ярослав Гашек, «Приключения бравого солдата Швейка». В любом месте открываешь и просто наслаждаешься. Потом меня обрадовала книга Ильфа Петров, «12 столик и золотой теленок». Тоже в любом месте и просто шедевр. Наконец, «Стихий дом». Это по-серьезному, это действительно красота. И вот в воскресенье начнется многосерийный фильм, я что-то с недоброжелательством его жду, думаю, наверное, испортит. Боюсь этого ужаса. После Глебова и Быстрицка видеть другого Григория и другую Аксиню, просто боюсь. И вот на старости лет я открываю книгу по дыбам осенних ночей в любом месте и вдруг чувствую старое свое впечатление. В любом месте читаешь и не хочется бросать. В любом. Вот проверьте, кто эту книгу откупил или получил. В любом месте. Это признак великого мастера. Вот с этими словами я и закончу свое красное уступление. История вот такое. Нарсултан Назарбаев просил передать и с самолетом прислал ветку хлопка из тех мест, где было детство нашего Анатолия Егорыча. Так что храни. Спасибо. Нет, ее, он, 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 остается не так много времени и есть желающие высказаться, я думаю. Я предлагаю сейчас установить регламент. Поскольку времени у нас на официальной части остается не так много, буквально минута, регламент минута. Вот я вижу, что Максим Михайлович в нетерпении, Максим Михайлович минута прожду. Чуть-чуть побольше будет. Уважаемый Анатолий Ермолий, очень приятно действительно вовремя стать ваше время будет. Вот открываю на странице 16 читаю стихи Николая Рубцова, которые вы изволили, так сказать, процитировать. Откуда только, как из-под земли взялись в жилье из сумерки сына, весь ужас ночи, прямо за окошком, как будто встанет вдруг из-под земли. То есть то, что вы процитировали и то, что вы пишете, это наша русская традиция, потому что мы нация лесная, наши русские общины выходили из леса, наши монастыи, в том числе Сергий Радон и многие монастыи делали лесу, и это очень хорошо, что вы, как активист русского лада, как активист Компартии Российской Федерации, как русский патриот, государственник, в своих книгах пишете о природе, о национальном самосознании, о нашем русском духе. вот я считаю, что это нужно продолжать делать, ваше творчество очень великолепно, оно нужно людям, и в данный момент, вот в заключении, я просто хочу вам пожелать дальнейших творческих успехов, удач, и самое главное, здоровья, потому что в лесу, в сапогах, по болотам, по мху надо ходить. Поэтому, Анатолий Егорович, всего вам самого доброго, наилучшего и успехов в творчестве, в труде, в любви, в жизни. Мы еще бы хотели бы сказать, мы сейчас вступили в полосу, Анатолий Егорович, когда против России ополчился весь мир, мы единственными, может быть, противопоставляем себя, свой дух, миру, и ваши книги, и ваши все остальные книги являются свидетельством защиты русского духа, русской культуры, русской цивилизации. Мне представляется, что главная задача сегодня каждого живущего на земле и наверняка каждого коммуниста включиться в эту борьбу, в защиту наших ценностей. Или нас возьмут, или мы победим. Спасибо вас. Спасибо. Дорогие друзья, среди нас есть молодежь, ее немного, но есть такая, которой немногим больше 20. И позвольте злоупотребить ваше время, но дать слово именно начинающему журналисту, очерк которой о спасении русских рабов, нынешних рабов из гор Кавказа, скорая, надеюсь, опубликует Новый Петербург, это Оксана Борисова. Знакомьтесь. Спасибо. Я не знаю, наверное, Борисова Оксана, недавно исполнилась 20-го года, студентка университета Герцена по специальности реклама связь с общественностью. Также я представитель общественного движения волонтерского, некоммерческого альтернативы. Мы занимаемся освобождением людей из рабства, работаем на территории Дагестана, прошлыми летами я сама туда ездила, дальше работаем на территории Донбасса. Этим летом я так же ездила в Донбассе. Естественно, немного времени я не могу рассказать о поездке, особо много. Но вот Анатолий Егорович подарил книгу на 25-летие Нового Петербурга. Большое вам спасибо, потому что, я считаю, я сама со Старопольского края приехала учиться в Санкт-Петербург. Русский лес это, конечно, ну, наверное, какое-то особое, его сложно. Русские леса, наверное, сильно отличаются наша русская природа от природы других стран. Это какой-то особый русский дух. Но у нас на Кавказе, естественно, там еще и горы, про них тоже, наверное, отдельно можно писать, и стихи, и какие-то произведения. Но я очень часто с друзьями, у нас тоже много там активистов, также националистов русских, мы часто ходили, ну, ребята сейчас ходят в горы, там, на Бештау, в горы в Кисалонске, ну, и большие такие горы есть. Также ходили с ночевкой в наши леса, там, ну, очень красивые места, и если бы там не были, конечно, хотелось бы посетить, это очень красиво. Ну, также я здесь была, в Ленинградской области мы тоже ходили, зимой, правда, это сугробы, да, это сугробы, болота, там, все остальное. Он очень, да, очень красиво, я очень люблю природу. Ну, спасибо вам, конечно, за каникулу, я показала своим ребятам, знакомым, они, ну, им больше понравилось. Правда, они не прочитали, конечно, и не успели, но... Так я подпишу, вы им передали. Хорошо, но ребятам очень, ну, посмотрели, были очень... Не уходите. Хорошо. Ну, все, это время. Спасибо. Возьми честно, мы будущим журналистом. Есть еще? Анатолий Александрович Чепликов. Врачи, а то... Анатолий Александрович, кто не знает, вот этот человек всю жизнь своей русской душой положил свою жизнь на то, чтобы спасать людей, это врач-реаниматолог с 40-летним стажем. Вы пишите. Скорая помощь, стоит 5 лет. Товарищи, суть какая? Сейчас, в общем-то, очень хорошо, вот, то есть, перекличка идет, Александр Иванович, конечно, опередил нас всех, уже побывав в Анатолии Егоровича, и я думаю, что, чтобы почувствовать все-таки корни наши, и страну, и леса, откуда мы вышли, мы должны туда вернуться хотя бы на один день, не на ночь. И, в общем-то, он где-то поможет нам как-то ощутить и ответственность нашел, в том числе. Так что, если я набился уже, в общем-то, может быть, удастся, так что, мы соберем команду, не так страшно будет. Я думаю, что в рабочем порядке мы решим, это просто, но у вас был просто человек, которого не надо представлять, наконец решил взять слово, представить, я не знаю, нет, нет, представить. Но это, что я прохручил Бродовский, человек, который, Владимир Фанасович Бродовский, человек, который долгие годы определял информационную политику КПРФ в сфере печатной прессы. Сам мастер слова. Я не могу сказать, что я хочу сказать о том, что сейчас в интернете появились отклики об этой книге, ради которой мы здесь собрались. Я выбрал наиболее характерный, подклик, даже распечатан его. Но я не учел, что здесь будет более 30 человек, значит, для 21 экземпляра. Я хотел бы задать каждому, ну, кому столько достанется. Значит, по одному, не по одному, а по одному. А может, озвучите для тех, кто не пользуется? Самый яркий тезис. Это было бы интересно, я вам скажу. А самый яркий тезис? Вы прочтете сейчас. Нет, время, наверное. Конечно, время. Уважаемые товарищи, дело в том, что... Кстати, я хочу извините, Панкова хотела выйти, но она работает в лице Кухерина. Она работает, и сегодня у нее работает... Ладно. Значит, уважаемые товарищи, вот я считаю, что все творчество Анатолия Горьевича делится на две части. Первая часть это советские и буквы их, наверное, порядка восьми. И все они пронизаны тематикой романтики и путешествия. Но это действительно замечательное явление. Но, когда читаешь эти книги, сразу появляются мысли о том, что писатель думает о взаимоотношениях людей с природой, где эта черта, за которую переходить нельзя, после которой природа может отомстить человеку, и чревато это, конечно, очень серьезные последствия. Что касается меня, я пытался вмену силу гадь на природу, его чисто технически. Вот эта книга, «Записки» или субвожителя. Переступив через себя, я вам скажу, что это моя пьетка. И я рад, и вот, что помог выпустить такую интересную розетку. книг гадь. Значит, что касается этой книги, тоже интересный момент. Первое, когда встал вопрос о том, чтобы ее напечатать, ну, естественно, следующий вопрос, где взяли? Значит, было бы сложно сходить к этому из высоких законодителей, нашей коммунной назывательной фамилии, он прочитал эту книгу и сказал, отсюда нужно убрать два эпиграфа. И тогда, возможно, мы людей увидели. И Анатолий Горюш, несмотря на то, что были первые времена, и денег, в общем-то, не было, отказался от такой помощи. Так что же это за эпиграф? Первый из них это слова Чагивары из политического завещания. Они звучат так. Борьба будет длительной, беспощадной. Передовая линия, ее будет проходить через укрытие партизан в лесу. Нас толкают к такой борьбе, и у нас нет другого выхода, кроме как решиться на нее и готовиться к ней. Возвождение национального духа, подготовка к решению более трудных задач, к сопротивлению более свирепым репрессиям. Это выстащий журнал. Вот Наталья, сохранение этой вот зависит Анатолий Готович. Будь он не говорит, что от политики старался уходить, от нее невозможно уходить. Особенно в наше время, так называемого капитализма и первичного периода накопления капитала и так далее. Но мне кажется, этот период никогда не закончится. Это будет до бесконечности. и все свои талант бросил на то, чтобы защитить русский лес. Это не просто это его выражение, оно уже сейчас гуляет по всей России, но русский лес обретает какое-то ощутимое понятие. Я хочу вам сказать еще о том, что волею судеб Анатолий Горьевич оказался в Русском лесу, там, где разорождалась государственность Руси, Лидерния Руси. Это Приволские и Приволевские леса. Откуда Олег, следующий после Рюрика князь, пошел на юг, организовал, точнее захватил, начал присоединять славянские племена и потом пошел дальше и в конце концов остановился на Киеве, даже, кстати говоря, ходил в Византию, где Приволевский и так далее. Поэтому говорить о том, что нет такого понятия русский лес и прочее. И самое интересное, что сейчас говорят о том, что нет якобы цензуры, что сейчас нет якобы идеологии в стране. Нет, она все есть. Печататься можно только тогда, когда в печатном издании нужно вылить уши грязи на нашу историю, на советское прошлое. Все, тогда печатается. Печатается ваниц, печатается млечен, и вся эта раз, все печатается на государственные деньги, на гранты и так далее. Ну, найти деньги для того, чтобы напечатать книгу талантовый писатель. Ну, а что касается книги, это чудесно. Я хочу сказать не о себе, а вот здесь сидит моя жена, она вчера вечером взяла, и утром закончила. Следующее слово. Как и Робинзон Круглова, не читающий все его велики, как раньше в детстве мы бы читали по Робинзон Круглова. Потом, коробки, давайте. Я сказала, и всем нам, что мы недавно были на мероприятии, где вспоминали Валентина Григорьевича Распутина. И всем, конечно, он дорог тем, что у него была активная гражданская позиция. И я хочу всем нам пожелать в жизни иметь такую активную гражданскую позицию, уметь ее защитить свои идеалы, интересы, уметь отстоять их. И Анатолию Григорьевичу хочу сказать большое спасибо за это. Хочу также напомнить всем присутствующим слова нашего декабриста, писателя, поэта Константина Эрлиева стихотворения «Гражданин». Значит, «Я ль буду в роковое время позорить гражданина сам и подражать тебе изнеженное племя переродившихся славян не в силах я. Один лишь раб, так может быть, и подл, и слаб. Могу ли равнодушно видеть порабощенных земляков? Нет, нет, мой жребий ненавидеть равно тиранов и рабов». «Могу что те, кто освещает сегодня данное мероприятие, нашу встречу, я глубоко убежден, мы сделаем так, чтобы те слова, которые здесь прозвучали, они максимально широко были распространены среди тех, кто живет. не так мало людей, которые живут в стране мероприятие. Вот Иванычич очень красавец». «Да, я тут дополнял Ольгу, сейчас хотел бы просто для себя сказать. Вот не готовился заранее к встрече, мы с Петром Барановым, который уже ранее выступил, хотели покурить, и лейтмотив нашего разговора, пока мы курили, «Егорыч челай влечище». «Круто!» Анатолий Егорыч, извините меня за панибраску, за прямолинейность, но с Петей мы именно так о вас отзываемся. Я думаю, что вам должно быть приятно, что молодые русские мужики говорят о вас именно в таких интонациях. «Егорыч — это человечище». Анатолий Егорыч... пытается свести к цитатам классики, но мы с Петром пока еще не классики, мы современники, поэтому Анатолий Егорыч, оставайтесь всегда человечещим. «Анатолий — это время, наверное, мы еще сможем в таком-то кругу выставаться. А вопросы можно задавать? Вот, я думаю, что сейчас есть время. Я думаю, что как раз сейчас настало время, чтобы потом еще кое-что будет. Задать вопросы и потом дать заключительное слово и кое-что еще будет. То, что сказал Антолий Егорыч. Вот раз я единственный кто уложился в регламент, можно я начну с вопросов. Антолий Егорыч, слушай, кто из русских литераторов для вас является не то, что образцом подражания, а вот, скажем так, учителем слова, учителем словесности? Вопрос этот интересный, потому что русская литература такая богатая, и где ни копни, везде золотая жилька. Ну, все равно есть какой-то вот подавая тут. Есть же какой-то вот потолок. Я сказал, что некоторые находят даже влияние Пришлина. Так это или не так, но действительно это один из моих любимых писателей Пришлина. но я пишу по-другому уже по простой причине, что когда Пришлин жил, тогда не было этой жуткой проблемы судьбы русского леса. Он это видел, но у него чуть-чуть с цветами судьба русского леса была. тоже есть замечательный писатель, я думаю, что мало кто его сейчас знает, Зворыкин, Николай Зворыкин. Сейчас больше знает Зворыкина инженера, а был замечательный, причем насколько он был изумительный знаток природы и владел пером, что когда Пришлин встречался с каким-то событием, которое описано в Зворыкин, что такого быть не может, но если Зворыкин об этом написал, Пришлин верил, что так может быть, то есть о жизни животных, он был по образованию охотоведом, то есть блестящее знание природы. Безусловно, я скажу, что мне близки и зарубежные да, Бунин, Бунин безусловно писатель, которого я перечитываю, читаю, перечитываю, ну а Пушкин мы выросли на Пушкине, что здесь говорить, я единственное скажу, что из Пушкина я несколько раз перечитывал Дубровского уже взрослым, взрослым, не потому, что там университетская программа меня обязывала, и капитанскую дочку. Я был поражен, что вот он увидел, ведь он тоже считал Пугачева разбойником, но он увидел величие этого человека, вот сколько раз он этого Гринева мог просто вот так щелчком уничтожить, но помнил этот тулупчик заячий. И всегда он его подвижить и говорили, повесить этого мерзавца надо собаку этого дворянина, а он нет. То есть вот показать величие, то есть вот я помню, мне подарил один наш исследователь литературы Борис Иванович Бурсов, он был как раз у истоков нашей организации, это литературовед, его только знают некоторые литераторы старшего поколения. Он написал книгу «Судьба Пушкина». И я ее подписал мне, мы познакомились, я не знал, кто такой, я его лекции не слушал, ну симпатичный уже 80-летний дядечка, государственную премию ему Рыжков тогда дал, и я ее положил на попки. Она пролежала мне 15 лет, и я когда прочитал, я понял, какой великий оказывается есть литератор, который понял так хорошо Пушкина, как мне никогда не было дано понять. А из иностранных американских, вот в частности американские писатели мне нравятся, поскольку они отразили вот то время, когда истреблялась уникальная природа. вот, и, ну, про Финни Мора Купера я не буду говорить, а вот, скажем, есть Джеймс Шульц, изумительный писатель, вот, и есть Генри Тора, или Торо, он по происходящему в тени француз, но надо на английский манер, Тора. Я был потрясен, когда разговаривал, не однажды разговаривал с американскими студентами, которые приезжают к нам изучать русскую литературу, и в основном они читают Достоевского. Я не знаю, что они могут понять у Достоевского, то есть, вот это мне будет. По-моему, Достоевский интернациональный. А он, а он, но своего Тора они не знают, или Торо, все равно. Вот, а он жил, два года и два месяца, жил совершенно автономно среди природы. И написал прекрасное, прекрасное, я вот советую у кого есть время когда-нибудь почитать его в интернете, он есть. А американцы не знают. И я вот всегда с тоской думаю, не за американцев, что у нас может быть такое, что молодежь не будет знать. Стерликова. Нет, не толстого, ни Бунина, ни Тургенева не будет знать. Я не даром начал с того, какие у меня читатели попадаются. Извините. Спасибо. В дополнение к этому Анатолий Годыч, за книгу благодарил. Благодарю еще раз. Прочитал уже. Я хотел в дополнение вопросу коллеги может спросить. А таких числительевых предшественников ваших именно в теме русского леса. Того же самого Достоевского, Леонида Леонова, русского. Ну, Достоевский. Ну, Достоевский я немного расширю. Он одним из первых начал писать именно о том, что безлесь от России, что мужички освобожденные, среди них появились кулаки, и вот эти-то мироведы им наклевать. Покупают во дворян обнищавших и под корень, говорит, сводят эти леса. И что же, говорит, мы останемся скоро в пустыне. Так березок не будет посечь, хотя березок посечь, наверное, останется. На розге-то березок останется. Родители за русский лес. Они длины вообще молчут. Роман, главы, вот эта заповедь, скажем так, лекция, да? Числите ли вы своих ну, безусловно, русский лес, я просто не могу всех перечислить. Ну, например, Аксаков, я имею в виду Сергей Тимовевич, вот, но его тоже я не однажды перечитывал, его детский мгарок, Мокрового детства, вот эти заметки внука, да, детства, заметки обужений, заметки об охоте, это просто чудо, то есть всех-то сразу не перечислить, я вот говорю, а сам думаю, а вот я занимаю время, а что же это? А натуле горчим, я к вам привезу. А русский, что касается русского леса, сейчас, от Леонов впервые в советской литературе, если скажем, Бришлин хорошо писал, философски даже осмысливал, у него и цветочки осмыслены, и, допустим, ну вот, корень жизни, это самое лучшее его произведение. Вот можете, ничего не читайте, Фрихлина, а корень жизни прочитайте. Уважаемые друзья, я вижу, что уже немножко наша беседа, официальная часть, чувствую и ожидание неофициальности, но прошу терпения, прошу терпения, буквально еще 5-10 минут и перейдем к неофициальной части. Вот, прошу тишину. У меня вопрос к вам, Анатолий Егорович, вот, читаю вашу книгу и дам у вас описание про лесные озера, про глухарей, про траву, про бок, про болото. И, понимаете, мне вспоминается творчество такого хорошего советского писателя Виталия Бианки. Вот как его творчество относится? Может быть, вы что-то там почерпали для себя? Я скажу, что так получилось, что Бианки остался почему-то в стороне. Я знал, даже его дочь знал Бианки. Ну вот, в детстве я читал какие-то, безусловно, читал. Но потом взрослым я даже не знаю, почему такое произошло. Но русская литература такая богатая, что вот те никак не золото. Ну, я сожалею, что до сих пор я мало читал Формозова. Изумительное описание. Что касается Леонова вспоминания, так вот он впервые на эпический уровень вынес судьбу русского леса. В этом смысле, наверное, я скромный продолжатель этого дела. Вы недавно встречались с диаконом Естафием, пра внучеком Владимира Ленина. Вы не могли бы в двух словах рассказать, это было 18 ноября, по-моему, этого года, в здании помещения городского комитета Российской Федерации, пара, коммунистической партии Российской Федерации. Я, по крайней мере, это сужу по сайту. Ну, я был не один, Алексей Михайлович был там. Он даже написал. Вот. Он, например, что мне понравилось, он производит впечатление, где он нет. Вот знаете, есть сейчас литераторы, ударились в православие, и они говорят языком церковного дичка. А вот отец Евстафий говорил, вот он напоминал мне Владыку Иоанна. Очень просто, никакой не было вот этого пафоса проповеднического. Очень просто. Первые, я помню, его слова были, ко мне подходит бирянин в храме и говорит, ты, оп, служишь жидам. Вот он начал с таких слов. Я просто о манере его говорю. И он сказал, дальше описывал. Сразу быка за рога взял. Мне что понравилось его выступление, это то, что он высказался резко против того, чтобы выносили Ленина из мавзолея. Резко высказался. И я, говорит, всегда буду отстаивать. Вот, и это первое. И второе, он с большим почитанием говорил о Сталине. это на меня он произвел сильное впечатление. А слова были простые. Я ничего не могу добавить, кроме того, что он не диак, она у высокая церковная иерархия. Звание и должность это настоятель храма и игумен. Игумен это как если человек был настоятелем монастыря, но потом перестал быть, то все равно за ним звание как полковник сохраняется. Вот он может быть вообще как бы даже не служить, но останется игуменом. Можно два слова. Уж очень интересный факт. Мне посчастливилось вместе с этим отцом Евстафием быть на том фланге, который был за Сталина на телевидении. На противоположном был Демакок Резник, вы знаете, этого депутата, еще такие подонки из мемориала там были. Была такая схватка, я думал не выпустят в эфир, долго они потом вырезали, но выпустили потом, мало кто видел. Так вот, я имел честь стоять рядом с отцом Евстафием. И узнал я, что он попросил свою матушку вышить бисером портрет, как Сталин просит благословления у московской Матроны. А ведь есть такая быль легенда, что Сталин пришел к Матроне и она ему сказала, на самолете вокруг Москвы пролети вот с этой иконой и тогда Москва будет спасена. Но это были или же предания Матрона Московская сказала, а митрополит горливанских Илья. Благословение он у нее получал у Матрона Московской и он вот этот сюжет Матрона Московская благословляет Сталина вышел висером повесил церковь в храме и вот этот проступок официальная церковь не может ему простить. Он сделал икону из этого расставления Матроны и молился на нее и прихожан призывал это делать. Это был поступок героический и эта личность была необыкновенной. И мне пришлось было он есть он живет я говорю когда он это сделал он здесь он пять храмов восстановил за руин он обладает большим действительно церковным именем но он сейчас видно в опале и когда наши товарищи а среди нас много воинствующих атеистов которые переходят на группу и вот этих деталей не знали а он вдруг взял слово и начал рассказывать о том что Иисус там еврей не еврей там и Мать Божия непорочное зачатие такую тему бесконечную затронул и вспыхнули наши атеисты вплоть до грубости и тогда мне пришлось вот то что я вам рассказываю рассказать там и вы знаете какие были потом аплодисменты и какое почитание этого батюшки ну да хотел буквально рассказать что действительно существуют иконы и кто бы что не говорил вот есть церкви там совершенно и либералы но они не могут попереть поскольку отец нарисовал икону иконописи а ее осветили и они не могут подобраться потому что там Матрена Московская Матрона она с нимбом а Сталин просто как человек без нимб то есть это эпизод жития святой икона освящена и тогда окружение митрополита Владимира потребовала убрать икону из церкви и вставь и в десятом году торжественно и как бы сказать демонстративно служил Малеби то есть он еще был настоятелем вышел весь клир вот они отслужили есть фотография видосъемка Малеби но он нес ее домой спасибо спасибо раз уже зашла речь я всегда вспоминаю вот вспоминал когда смотрел на отца Исафия мы сидели вот довольно близко владыку Иоанна дело в том что с владыкой Иоанной мне в тесной так скажем узком кругу приходилось доводить приходилось пить чай на меня он тоже произвел очень большое впечатление вроде ничего такого он не говорил чтобы вот ну вот именно вот у него такой сам ну митрополит все дальше уже патриарх а он проявил глубокое смирение и с нами литераторами пришел несколько человек нас было и вот с нами вел беседу причем опять-таки не было вот этого получения как вот у некоторых литераторов которые ударились в православие и значит на каждом я сам столкнулся когда редактор мне пришлось заменить редактора я заплатил деньги за то что она мне мою рукопись исчерикала своими замечаниями то есть учила меня значит жить да вот с точки вот я там причем я канонов православия не касаюсь я о лесе пишу я рассказываю о родниках об источниках местночтимых о том как они почитались до революции что там вот и то есть вот насколько так у нас люди а ведь это советский был редактор обычный советский редактор то есть вот я к чему хочу что хочу сказать что среди православных и даже высших верхах есть люди которые умеют говорить человеческим языком с людьми и которые понимают жизнь человечества к сожалению в левом движении так скажем не будем говорить что только это в КПРФ это есть и в других что вот вот это непонимание они все одним цветом а вот они такие всякие а если наши верующие это товарищи ходят в крам да еще пытаются что-то там сказать вот это нехорошо это совращение какое-то я вот я ну прямо скажу я может быть не атеист но я я сомневающийся и произведение материализма и перейдем Ленина я читал очень внимательно и для меня это не потому что это я же взрослым читал сдать экзамены можно было не читая учебники были хорошо написаны можно было первое но я но я прочитал внимательно и потом перечитывал то есть но я считаю что есть среди православных и в том числе в верхах люди я надеюсь что я больше не знаю никого я только двух знаю вот которые не лишены понимания того как люди живут не лишены понимания социальных проблем и не лишены понимания того что за коммунистами у коммунистов есть своя правда уважаемые друзья подошло время к неофициальной части но я что хочу сказать вот в психологии на которую я упираю нередко есть такое понятие синхронистичность это когда некие события соединяются в смысловом по смыслу что не объяснить с точки зрения привычных причинно-следственных связей вот Анатолий Город человек который соединяет русское с чего мы начали тем мы завершаем сегодня и как это отзывается с точки зрения синхронистичности вот мы говорили про Игумену Истафе говорили про отца Иоанна Снычева а Игумен Истафе ученик Иоанна Снычева и более того монашеский хвост по его вечному благословению принял это коротство словно насколько вот иногда бывает совпадение смыслового плана вот Анатолий Город человек который соединяет русское начало и ничем не уступает совести ничем это очень важно ему надо вот мне надо у вас учиться лично это я скажу за остальные всех групп уважаемые друзья я думаю что вопросы которые еще есть мы сможем задать в неофициальной части на которой правильно понимаю нас да и не только я и Валентина Васильевна семья и Алина Анатольевна